Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Абхазии достигло 17 человек. Все они граждане России. На городской дороге теперь покрытие, как на автомагистрали. В Сочи после ремонта открыли улицу Островского. Островки безопасности появятся в каждом сочинском дворе. Этот вопрос сегодня стал основным на общегородской планерке. На Бамбуковой улице осушат котлован и разобьют сквер. Детскую площадку депутаты уже открыли. Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Абхазии достигло 17 человек. Все они граждане России. Инцидент произошел под Питсундой в Гагрском районе. В перевернувшемся автобусе находились туристы из Астрахани, Казани и Санкт-Петербурга. Девять человек были доставлены в Гагрскую районную больницу. Из них два человека находятся в тяжелом состоянии. Еще семеро в состоянии средней тяжести, а другие семь пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь. Никто из пострадавших не был застрахован. Ну и сегодня в Сочи КамАЗ снес легковушку на курортном проспекте на повороте с Мацесты. Звонок спасательный отряд поступил в 11.25. Водитель такси оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и передали его врачам скорой помощи. В Краснодарском крае ужесточат правила перевозок на коммерческих судах. Об этом заявил первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили недавнюю трагедию в Туапсинском районе. Патрулировать и привлекать к ответственности несознательных перевозчиков мешает законодательство в отношении коммерческих перевозок. В юридических тонкостях нужно прийти к общему знаменателю. И если нужно, подготовить инициативу депутатам ЗСК, предложил Андрей Алексеенко. Он поручил Минтуризму и Министерству ГО и ЧС проработать документ. Должен быть такой запрещающий механизм, который не позволит на данной территории, данному юридическому лицу в принципе и на данной территории в частности, осуществлять деятельность до конца курортного сезона. И тогда будет экономически невыгодно допускать какие-то нарушения. Кроме того, первый заместитель губернатора поручил всем главам прибрежных районов собрать совещание, на которые должны присутствовать организаторы морских прогулок, сотрудники полиции и представители надзорных и контролирующих органов. Также в обязательном порядке провести рейды в акватории. Вино не хуже и курорты привлекательные. Краснодарский край готов заменить россиянам отдых в Грузии. Губернатор края прокомментировал возможный запрет в России на импорт вина и минеральной воды из Кавказской республики. Венемин Кондратьев уверен, кубанская продукция ничем не хуже, а объемы производства способны удовлетворить спрос. К тому же, развитая курортная инфраструктура и новые направления туризма в Краснодарском крае обеспечат комфортный отдых. Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией – не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого сорвался отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом. Напомню, что с понедельника вступил в силу указ президента России, согласно которому отечественным авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Также вступила в силу решение Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России. Кубань представила свой промышленный потенциал на международной выставке Иннопром. В эти дни форум проходит в Екатеринбурге. Глава региона Вениамин Кондратьев сегодня осмотрел экспозицию края. Она разместилась на площади 200 квадратных метров. В выставке участвуют 9 ведущих кубанских промышленных предприятий. 5 из них разместили макеты своей продукции. Также в рамках форума Приморско-Ахтарский завод представила 7-метровую моторную лодку «Косатка» для спорта и рыбалки во внутренних водоемах и морях. Модель катера оценил губернатор. Предприятие уже заключило контракт на поставку Башкортостан. И только за первый день работы международной выставки подписано более 30 предварительных договоренностей на производство и поставку лодки в разные регионы. В целом про реки, которые на самом деле в нашей стране их очень много. И она очень удобная. Она универсальная лодка. Мы на самом деле должны сделать все, чтобы эту лодку узнали. Вот наша задача, чтобы эту лодку узнали во всей стране. А его задача сделать так, чтобы тот спрос, который на него возникнет, был удовлетворен. То есть качество лодки в первую очередь. А дальше, конечно, можно пожелать ему только количество лодок, которые он будет производить. Спрос рождает предложение. Это принцип рынка. И вот сегодня, конечно, предложение должно быть высококачественным. Сегодня это диктует рынок. Поэтому мы должны максимально использовать вот такие умелые руки, голову, для того, чтобы сегодня рынку дать качественное предложение. У делегации Краснодарского края на международном форуме насыщенная деловая программа. Венемин Кондратьев уже подписал ряд соглашений, которые касаются разных отраслей промышленности Кубани. 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, около 6 тысяч квадратных метров брусчатки и чуть больше километра бордюрного камня. Столько ушло на ремонт улицы Островского. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году, благодаря участию в программе, город получил 830 миллионов рублей. Такая же сумма будет поступать ежегодно еще в течение пяти лет. О цифрах и результатах расскажет Татьяна Говоркова. Эта улица старого ремесленного посада Сочи сформировалась во второй половине XIX века. Тогда она называлась Ореховская. Это было единственное сообщение селом Ореховка. В 30-х годах ее переименовали в честь советского прозаика Островского, который жил в одном из домов. Несмотря на ее очевидную стесненность, как и в прежние времена, эта улица – одна из самых востребованных. Ежедневно по ней проезжают тысячи машин. Еще бы – центр Сочи. Рядом торговая галерея и прогулочная Новогинская. Хороший ремонт дороги на Островского давно не производился. Ждал его и тротуар. В плохую погоду плитка ходила под ногами и обдавала брызгами. Поэтому эта улица была одной из первых, куда зашла дорожная техника. Чтобы провести ремонт, пришлось на время перекрыть движение. Трудно было всем – и водителям, которым приходилось выбирать альтернативные пути, и пешеходам, встречающим по пути строительную технику, и жителям домов, которые ежедневно слышали ее. Ремонт начался в начале лета и завершился меньше, чем за месяц. Это, наверное, не первая, но, слава богу, и не последняя улица, которая будет сделана за счет нацпроекта «Запасная и качественная дорога». Раз, два, три. 1086 метров – такова протяженность улицы. Это почти 10 тысяч квадратов асфальтобетона, глядя на который, некоторые жители по незнанию говорят о его неровности. Положен, вот, казалось бы, ремонт сделали. Посмотрите. Как положен вот этот тунеасфальтобитум. Вот, везде выбоины получаются. Вот здесь все неровно сделано. Не знаю. На самом деле, пористость для этого асфальта характерна. И это не брак в работе строителей. Просто его фракция довольно плотная. Раньше такой высокопрочный щебеночно-мастичный асфальт на городских улицах никто не видел. Раньше в городе на муниципальных дорогах его было запрещено стелить. Он применялся только на федеральных дорогах с большой интенсивностью. Но так как у нас город растет, количество машин увеличивается, проходимость дорог в разы увеличивается. Из-за этого было принято решение в городе стелить точно такой же асфальт. Надежность и долговечность – так характеризуют покрытие строителей. Срок службы этой дороги – не менее 10 лет. Помимо нового асфальта, отремонтирован и тротуар, улучшено освещение. 130 деревьев кронированы и спилено 10 сухостоев. Улица стала заметно светлее. Я тут по этой улице давно не была, но вижу, что дорога отремонтирована, красивая, гладкая дорога. Ну, дороги, как идешь, везде, конечно, хорошие стали. Хорошие. Ну, очень красиво. Очень красиво. На сегодня завершен ремонт на 15 объектах. Еще 18 в работе. Всего в этом году в рамках нацпроекта запланирован ремонт 64 дорог протяженностью почти 85 километров. В перечень вошли те, по которым были обращения жителей. В приоритете – подъездные пути к социально значимым объектам и улице, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эта программа рассчитана на 6 лет. И каждый год выделяется 830 миллионов. Приоритет этой программы еще в том, что делается не только полотно, а делается и тротуары, и освещение. Люди сами определяют очередность. Это национальный проект «Безопасные дороги». И, естественно, контроль, что ни на есть, самый строгий. Это контролируется нами, как заказчиком. Это контролируется краевой администрацией, Министерством транспорта Краснодарского края. Уже сейчас составляют перечень улиц, на которых будет проведен ремонт в следующем году. В ближайшее время список будет опубликован на сайте мэрии. Жители призывают принять активное участие в голосовании. Общественные слушания пройдут в конце лета. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Островки безопасности появятся в каждом сочинском дворе. Решением комиссии по ЧАЭС и постановлением мэра возле каждой многоэтажки должно появиться место для работы спецтехники. В первую очередь пожарной. Вопрос безопасности в жилом секторе сегодня стал основным на общегородской планерке. В Сочи введен особый противопожарный режим. В Сочи десятки улиц забитых машинами, причем с двух сторон. Заставлены автомобилями и подъезды к многоквартирным домам. В городе уже не раз случались ЧП из-за невыполнения требований пожарной безопасности. Порой пожарному расчету просто не протиснуться во двор многоэтажки. В ожидании автовладельцев огнеборцы теряют драгоценные минуты. Именно по этой причине на прошлой неделе в Краснодаре сгорел целый дом в 1400 квадратных метров. Хотя изначально пожар возник на площади в 20 квадратов. Полчаса ожидания коридора и эвакуировать уже пришлось всех жильцов. От такой трагедии не застрахованы и сочинцы. Поэтому градоначальник принял решение ввести в городе новую практику. Создать во дворах островки безопасности, где парковка машин будет запрещена. По требованию мэра участие в определении мест для спецтехники должны принять и общественники. Поэтому на планерку сегодня пригласили всех членов ТОС и домкомов. В целом же в городе будет создана рабочая группа. Каждому управляющему компании передать это решение, чтобы с них потребовать, в том числе через прокуратуру, если они не будут выполнять. Понятно это? Да, понятно. Я повторяю, мы каждую неделю будем подводить итоги, какое количество дворов в целом в районе, и сколько уже дворов обследовано, и в скольких дворах уже эти площадки появились. Чтобы завтра эти группы уже вышли, именно выйти должны специалисты. И повторяю еще раз, чтобы специалисты четко, понятно и ясно поставили цель. В Сочи, докладывают спасатели, оперативная обстановка достаточно тяжелая. С начала года зарегистрировано 238 пожаров. В 80% горел жилой сектор. Введен особый противопожарный режим. По решению КЧС, все граждане и организации обязаны принять меры дополнительной пожарной безопасности. В противном случае административная ответственность и штрафы вплоть до 400 тысяч рублей. Ну а надзорные органы ужесточают контроль. Начинаются рейды и патрулирование. Люди приезжают, иногородние, тот же каршеринг, бросают, уходят, забывают, а безопасности нет. Нам нужно проявить максимум усилий в этом направлении. Мы должны эту ситуацию оккупировать так, чтобы понимать, где у нас самая очаговая зона, оттуда начинать. Например, Лысая гора. Мы все прекрасно понимаем, что туда даже не то, что пожарная машина, там боком не пройдешь. Есть вот такие моменты и такие вот районы, с них первую очередь надо начать. А потом мы пойдем поэтапно. Планируем мы дальше пойти. Островки безопасности должны быть везде и на обед и здравоохранение в том числе. Потому что это очень важно. Где стационар и так далее, так далее, так далее. Это только начало большой этапной системной работы. Рядом со островками безопасности появятся соответствующие знаки. Автовладельцы, которые припаркуют там свои авто, понесут за это ответственность. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи состоялась экологическая акция «Поливаем Сочи вместе». Инициативу администрации города поддержали жители одного из районов курорта. Лето на курорте обычно бывает жарким. Поэтому городские службы ежедневно поливают растения во всех общественных местах – скверах, парках и вдоль набережных. Однако ухаживать за кустами и цветами во дворах – это задача жителей и управляющих компаний. Цель акции «Поливаем вместе» – привлечь внимание сочинцев к уходу за зеленым нарядом курорта. Мы совместно думали, как бы все-таки мотивировать людей, чтобы они присматривали за своими передовыми территориями. И пришла мысль просто купить леек много и раздать людям, чтобы они по вечерам имели возможность дома налили водички, вышли и полили свои огородики, свои цветочки, свои кустарники. Потому что жара, вы знаете, в этом году такая жаркая. И это было бы большой плюс для города, потому что в эту жару чем больше водички, тем красивее все разрастается, тем красивее становится наш микрорайон. Сквер на Пластунской был открыт еще в ноябре. Новую зону отдыха обустроили в рамках программы благоустройства. Так появилась многофункциональная площадка с детской игровой зоной и местом для спортивных занятий. Сейчас это любимый уголок отдыха для детей и взрослых. В рамках акции «Поливаем Сочи вместе» жителям микрорайона КСМ раздали 200 леек. При этом организаторы учли интересы самых маленьких участников. Поливаем, Пустья, поливаем. Давай, высаживай, поливаем. Нет, не больше водички. Поддержать жителей КСМ прибыл и глава города. Анатолий Пахомов принял участие в акции и отметил, насколько она важна для всего Большого Сочи. Этой акцией показываем одно дело построить скверы и парки. Как вы знаете, ровно год назад мы построили здесь, в поселке КСМ, этот сквер. Но другое дело – это содержать этот сквер. И, конечно, мы хотели бы, чтобы в том числе содержали эти скверы и наши жители. И хорошо, что детки сегодня прочувствовали, что они хозяева своего микрорайона. И мы подарили теперь вот эти леечки, чтобы они потом что делали? Поливали. По замыслу организаторов, подаренные лейки будут служить взрослым и детям напоминанием о том, что цветы во дворах нуждаются в постоянном уходе. Самим же сочинцам такая акция пришлась по душе. Вообще акция важна, да. Молодцы, что сделали. Это очень важно и нужно. И для детей, и для взрослых. В целом, за последние шесть лет в Сочи сформированы и поставлены на кадастровый учет почти 300 зеленых зон площадью около 100 гектаров. Продолжается работа по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В прошлом году в ее рамках было благоустроено 10 скверов. Нынешним еще 4 в каждом районе города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Праздник семьи, любви и верности накануне отметили по всей стране. На Кубани прошли божественные литургии в честь святых Петра и Февронии. Традиционно в этот день глава Кубани наградил многодетные семьи, которые приехали со всего края, медалями «Родительская доблесть». Губернатор отметил, что ежегодно количество таких семей только растет. Сегодня в регионе 75 тысяч многодетных. С подробностями наши краснодарские коллеги. Пока средний сын Ян помогает папе на пасеке, самый младший в семье Назаренко – Рома, не без помощи сестры, поливает огород. Занятие найдется для каждого ребенка. Всего в семье их 6 – 3 мальчика и 3 девочки. Все вместе они готовят, отдыхают и помогают родителям по хозяйству. Именно о такой семье и мечтал Сергей Назаренко, о чем прямо рассказал будущей жене еще на первом свидании. Я просто всегда знал, что у меня будет много детей, а потом как-то думал, что 5. Пока еще не женился, думал, что 5 будет. На первом свидании жене об этом сказал. Она, я не знаю, может быть, думала, что это шутка. Да, да, я, конечно, думала, что это шутка. Ну, вот так вот, маленько перевыполнили план, 6. Ангелина, Павел, София, Святолика, Ян и Роман. В этом году Назаренко удостойна медали «Родительская доблесть». Семьи приехали в храм Рождества Христова со всего края. То, что торжественная церемония проходит именно здесь, не случайно. Ведь покровителями праздника являются святые Петр и Феврония. Правда, за столами некоторые семьи не в полном составе. Зал попросту не вместил бы больше. Хранители очага со сцены сегодня поздравили глава Кубани Вениамин Кондратьев и митрополиты Катеринодарский Кубанский Исидор. Многодетные семьи – это опора нашего края и безусловный приоритет для власти, отметил губернатор. Праздник относительно новый. Вот самых первых дней в вашей жизни, я уже не говорю про совместные жизни, у вас всегда была любовь, семья и верность принципом жизни. Есть ли праздник, либо его нет. Семья – начало-начал. В семье начинается рост большого гражданина. Семьи начинается патриотизм. Семьи начинается любовь к родине. Семьи начинается желание что-то в жизни добиться, сделать. И для себя, и для своей семьи, и для других, что очень важно. Все начинается с семьи. Семья – начало-начал. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Семьи у вас крепкие, друзья. Пусть они будут здоровыми. Благополучие финансовых возможностей. Храни вас всех, Господь. Праздникам. Православные святые Петр и Феврония своей жизни доказали, что браки заключаются на небесах, а настоящая любовь рождается и крепнет в семьях. С 2008 года День памяти святых решили отмечать как всероссийский праздник семьи, любви и верности. Отношения княжеского сына и простой крестьянки стали примером именно тех качеств, без которых невозможно построить счастливую жизнь. Это замечательный праздник, который очень нужен в нашем мире, где искажены сами понятия любви и брака. Есть надежда, что звучащие сегодня слова о смысле и ценности семьи не потонут. В этом году из рук губернатора и митрополита медали «Родительская доблесть» получили 14 семей. Самый большой из них растят семерых детей. С каждым годом в крае увеличивается количество многодетных семей. Сегодня таких 75 тысяч. И все они в чем-то похожи. Все думают, в чем принцип счастья. Счастье, понятно, много слагаемых. Но ведь, наверное, самое главное – любить, как мы бы ни говорили, и быть любимым до последних дней. Быть кому-то нужным. Вот что сегодня очень важно для любого человека. Чтобы кто-то тебя звал мамой, а потом бабушкой, а потом еще прабабушка или прадедушка. Вот что нужно. Пока бьется сердце, кто-то должен к тебе бежать, кто-то должен тебя звать и в тебе нуждаться. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо за то, что вы такие. Праздник продолжился чаепитием и концертом. Дети долго не могли усидеть на месте, пританцовывая в ритм. Совпадение ли, но для главных виновников торжества выступали такие же большие и дружные семьи. Для большинства сидящих в этом зале понятие брака и семья больше, чем просто чудо. Это каждодневный труд, умение искренне любить, заботиться и быть полезным своим близким. В семье Назаренко рецепт счастья знают уже с малых лет. И, кажется, свою жизнь без братьев и сестер они уже и не представляют. Мне кажется, секрет семейного счастья – это любовь между нами. И, несмотря на то, что мы иногда ссоримся или бывают какие-то сложные ситуации, мы все равно идем все вместе, дружно. И, в конце концов, мне кажется, всегда добиваемся каких-то целей и преодоляем преграды вместе. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар. Улицу Бамбуковую в Сочи ждут перемены. Там уже появилась детская площадка. Скоро для нее закупят оборудование. А еще там разобьют небольшой сквер и осушат котлован, затопленный водой. Эти и другие вопросы решаются благодаря активным жителям и помощи депутатов городского собрания Сочи. Раньше на этом месте была свалка строительного мусора. Сейчас детская площадка с забором, лавочками и специальным покрытием. Теперь детям есть где играть в мяч. Удобно и безопасно. Идея активных жителей улицы Бамбуковой – воплощение депутатов городского собрания Сочи. Площадка небольшая, а вот работа была проведена колоссальная. В 2016 году я обратился и в администрацию города, и обратился и в депутатскую группу по поводу того, чтобы выделить и организовать детскую площадку. Что было со стороны депутатов понято с пониманием. Работа уже длилась на протяжении года полтора-два, наверное. Подготовительная только. Когда все это он сделал, мы поставили решением городского собрания вид разрешенного использования, закрепили, что это детская площадка. И здесь больше ничего появиться не сможет. И дальше уже выделили денежные средства из своего фонда, депутатского фонда. Сочинцы остались довольны такой совместной плодотворной работой и даже вручили депутатам благодарственные письма. Сейчас в планах установить на площадке горки и качели. Средства будут потрачены из депутатского фонда в следующем году. Это очень важное для микрорайона место, потому что, вот я еще раз говорю, много детей, высокая плотная застройка, высотные здания. Практически людям некто выйти и поиграть. Очень важно, что жители принимали большущие, главное, можно даже сказать, инициаторы были, участвовали, вывозили мусор, организовывали. И вообще эту стройку как бы лелеют и ведут. А вот эта территория в 700 квадратных метров также не без помощи депутатов по 12-му Новосочинскому избирательному округу должна превратиться в небольшой сквер. А это озеро, а точнее гигантскую лужу между домами, осушат. Депутаты выделят на работу по ремонту ливневки 350 тысяч рублей. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Более 500 студентов получили дипломы о среднем профессиональном образовании. В Университетском экономико-технологическом колледже Сочинского госуниверситета прошел выпускной бал. Все подробности в нашем сюжете. Выпускной – это всегда праздник. Студенты Университетского экономико-технологического колледжа прощались с сокурсниками и преподавателями в стенах самого красивого сочинского театра – зимнего. Праздничный вечер начался, как и положено, с бала. С колледжем сегодня попрощались более 500 студентов. Теперь каждый из них – дипломированный специалист. Они закончили одно из лучших учебных заведений Юга России. Получили не только специальность, но они получили еще и рабочую профессию. И будем очень рады, если они будут достойны на рынке труда нашего региона. В Университетском экономико-технологическом колледже Сочинского госуниверситета обучают по 15 направлениям. Это строительство, право, программирование, банковское дело, туризм и дизайн. Также в стенах колледжа работает специализированный центр WorldSkills по компетенции поварское дело. На всех специальностях обязательный акцент на практику. Также работаем над развитием системы проектного обучения. Запустили программы дуального обучения, когда студенты три недели обучаются в аудиториях, а потом на неделю уходят на практики. И по принципу слоеного пирога начинают усовершенствовать свои профессиональные компетенции. Сегодня престиж рабочих профессий растет, поэтому каждый из выпускников колледжа точно знает, что не ошибся с выбором. Я думаю, мне пригодится это в жизни, потому что у нас быстро развивающийся город, который требует строительства, то есть кадров, рук и так далее. Очень рада, что мы пошли именно в колледж, потому что школа бы все равно нам того не дала. Тут мы уже имеем и специальность. Лично мне колледж дал самостоятельность, потому что в период обучения я нашел себе работу. Выпускники колледжа сегодня получили не просто дипломы, а профессию и большой багаж знаний. Как этим распорядиться, решит каждый сам. Дороги как минимум две – строить карьеру или возвращаться в учебную аудиторию. Как показывает практика, более 30% выпускников колледжа продолжают грызть гранит науки уже в стенах Сочинского госуниверситета. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова